Привет, народ! Вчера в Азии начался закрытый тест MMORPG Summoner's War Chronicles. Это MMORPG от создателей одноимённого кликера, и многого я от неё не ждал, но то, что я увидел, меня приятно удивило. Несмотря на свою мультяшную графику и на явный уклон в детскую аудиторию, в игре довольно богатая система развития персонажа и система прокачки, что мне понравилось. Вообще, она мне напомнила Ragnarok Mobile, но механики здесь немного другие. К сожалению, классов в игре мало, всего три. Танк, маг и паладин. Редактор персонажа минимальный, можем выбрать прическу, цвет волос, цвет глаз и всё. В принципе, как и в Рошке, здесь кастомизация персонажа достигается за счёт огромного количества разных внешек, которые вы получаете по квестам, покупаете или добываете по разным активностям. Я ради интереса выбрал танка, чтобы посмотреть, насколько он танк и полезен ли танк в группе. И забегая вперёд скажу, нет, не полезен. Все данжи, которые мне пока что встречались, проходятся соло. Возможно, в будущем группы вам и понадобятся, но пока необходимости в этом нет. Стартовая прокачка в игре очень затянута. Вот прям очень затянута. В течение часа я, наверное, 45 минут смотрел разные катсцены. Катсцены классные, они нарисованы в аниме-стилистике и явно рассказывают сюжет этой игры. К сожалению, я не знаю, про что сюжет. Но их обилие буквально заставляет вас ждать, когда же всё это закончится. Вы сделали два шага, началась катсцена, убили какого-нибудь моба, началась катсцена и так далее в течение часа. Потом это всё заканчивается, и вам наконец-таки дают нормально поиграть. Что ещё мне не понравилось, несмотря на то, что это ЗБТ, игра плохо оптимизирована. Разработчики явно пытаются откусить кусок больше своей возможности. У нас большой открытый мир, по которому мы можем передвигаться куда угодно и как угодно. Но при этом сильно страдает оптимизация. На максимальной графике на топовом телефоне игра выдаёт максимум 15-18 фпс, что для игры с открытым миром это очень мало. Даже до 30 не дотягивает. Конечно, возможно, проблема в том, что я играю из России на тайском сервере, но с другими азиатскими играми такой проблемы не возникало. Так что думаю, проблема не в этом. Что мне понравилось, по мере прокачки вы рано или поздно упираетесь в момент, когда вы не можете дальше пройти по сюжету. То есть у вас открывается новый данж, как у меня данж с паучихой. И я тупо не могу её убить. В итоге придётся остановиться, начать делать побочные квесты и начать более подробно изучать игру. И вот этот момент в мобильных MMORPG, на мой взгляд, давно уже многими забыт. Давно уже многие не пытаются делать игру более-менее сложной и хоть как-то напоминать игроку о том, что ему надо разобраться в игре. Здесь этот момент учтён и это приятно. Но как вообще проходит развитие персонажа в этой игре? Здесь, на мой взгляд, оно очень заморочено, несмотря на то, что игра позиционирует себя как детское. Вот так выглядит инвентарь нашего персонажа. Здесь нет доспехов как таковых. Здесь есть только оружие, щит и аксессуары. И как видите, у нас здесь 5 слотов под оружие. Всё потому, что здесь есть разделение на элементы. Здесь есть огонь, воздух, земля, свет и тьма. Как я понял, от того, какое оружие вы используете, зависит ваши навыки. Сейчас я бегаю с оружием элемента земля. Как видите, я заточил его на плюс 10 и оно светится зелёным. То есть при заточке оружие светится. Это прикольная фишка. Точно так же при смене навыков можно заметить, что у нас будет выбор из 5 видов оружия. И выбрав оружие ветра, мы получаем другие навыки. Навыки находятся вот здесь. И как видите, при их прокачке у нас есть выбор из целых 5 раскладок и ещё двух панелек с пассивными навыками. Я пока качаю навыки элемента земля. Просто потому что, потому что мне кажется пока что это правильным. А также прокачиваю пассивные навыки, которых у танка тут очень много. Тут навыки на защиту, на усиление щита, на повышение хп, разных резистов и так далее. К сожалению, не всё понятно, что здесь происходит. Но видно, что кастомизация персонажа здесь довольно богатая. Помимо этого, как я уже говорил, оружие можно точить. Точится оно за специальные вот такие вот осколки чего-то непонятного. Здесь же есть внешки на нашего персонажа. Нам их дают по квестам. У меня сейчас надета броня и вот такой кусок плаща. Их будет явно больше, но пока доступны только это. Тут есть внешки на доспехи, разные шапочки, внешки на оружие и так далее. Здесь же мы видим сетовые бонусы от внешек, которые можно надевать вот в эти специальные слоты. А также вы видите рядом со мной целых 3 питомца. И это ещё не всё. Все питомцы отображены вот здесь. На самом деле их огромное множество. И на этом строится основная механика игры. На прокачке и использовании нужных вам питомцев. Они все разделяются по классам. На воинов, саппортов, танков и магов. И разделяются точно так же по элементам. На землю, ветер, тьму, огонь, свет и так далее. Не знаю насчёт того, надо ли их все прокачивать, но то, что они используются при входе в данж, и то, что они составляют вам пати в этом данже, это факт. Вы перед тем, как войти в группу, выбираете нужных вам питомцев, самых сильных питомцев, и проходите с ними какое-то подземелье. Питомцам можно прокачивать уровень, питомцам можно повышать ранг за специальные куски, которые вы добываете по квестам. А также питомцам можно вставлять руны в специальные слоты и прокачивать эти руны. Вот они. Уже получается какая-то замороченность. Нам надо выбрать элементальное оружие, подходящее под конкретные задачи, прокачать под него элементальные навыки, подобрать нужных питомцев, наролить именно самых сильных питомцев, у которых максимальное количество звёзд, прокачать их и использовать их в нужных нам подземельях или активностях. Звучит совсем непросто, и на тэском языке мне с этим разобраться так и не удалось. Идём дальше. Тут, как я говорил, прокачиваются руны. Причём руны тоже разделяются по грейдам. Серая, синяя, зелёная или фиолетовая, как и наше снаряжение. Руны можно прокачивать и перерабатывать. Причём здесь как раз показано, какие руны к какому пету можно поставить. А вот это наша гача, через которую и призываются все виды питомцев. Через первую и вторую гачу мы призываем нам питомцев, а через третью и четвёртую призываем куски на улучшение этих питомцев. Короче, крутить не перекрутить. Как я уже говорил, в Азии игра выйдет как обычная игра, а глобальная версия будет со встроенным NFT, то есть со встроенной криптовалютой. И скорее всего NFT-валютой станут вот эти питомцы, которых здесь в обилии. Будут они различаться по редкости, и самые редкие, скорее всего, будут продаваться за криптовалюту, которую сюда введут разработчики. Неизвестно пока, насколько это будет работать, насколько это будет приносить прибыль, но сам факт того, что в игру, абсолютно обычную игру внедряют NFT, потому что сейчас это просто модно, меня печалит. Едем дальше, и у нас есть ездовые животные. Вот такого медведя нам дают по квесту, и он нам помогает максимально быстро перемещаться по локациям. Здесь же есть ездовые слоны, птицы, волки и так далее. В общем, животных большое количество, есть из чего выбрать. Есть даже вот такая вот летающая повозка в виде полудирижабля. Как я понимаю, питомцы тоже различаются по редкости и обладают какими-то своими дополнительными характеристиками. Никуда не делись коллекции, снаряжения, разные ачивки, разные ежедневные награды и прочее, прочее. Как я понял, здесь еще есть мирные профессии. Это рыбалка, сбор травы и сбор разных минералов. Возможно, с помощью мирных профессий можем крафтить какие-то усиления для нашего персонажа или крафтить даже специальное снаряжение. По данжам все довольно просто. У нас есть вот такие вот ивентовые боссы, на которых я, к сожалению, не попал. Скорее всего, они открываются по времени. И есть целая куча вот таких вот данжей с ресурсами. Здесь нам предстоит убивать вот таких порингов, с которых падают ресурсы на прокачку питомцев. В этом подземелье нам надо убивать вот эту паучиху и других боссов, с которых падают руны на прокачку питомцев. Еще по мере прокачки, по мере прохождения сюжета то у вас открываются соло данжи, которые тоже проходятся только при помощи ваших питомцев. В целом от игры я ожидал меньшего. Думал, что это будет более расширенное подобие кликера, с простыми механиками и незамысловатым сюжетом. Здесь же видно, что разработчики постарались. Они сделали открытый мир, сделали много способов прокачки персонажа, сделали какие-то хитрые механики, построенные на элементах, и сделали целую кучу питомцев, которых вам так или иначе придётся собирать. По донату здесь тоже всё довольно просто и понятно. Есть донаты на кручение гачи, есть донаты на базовые шмотки, есть донаты за первое пополнение и так далее. Донат стандартный. Подождём глобальной версии, чтобы хотя бы понять, как все эти сочетания элементов будут работать в игре. Пишите в комментариях, что думаете об игре. На мой взгляд, получилось довольно неплохо. Здесь есть на чём подзависнуть, есть что подделать и есть что посмотреть. А также не забывайте подписываться на все наши соцсети, ссылки на которые вы найдёте под видео, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Terion, всем пока.